Несмотря на то, что чаще мы с вами проводим разбор уже случившегося, иногда все же удается рассмотреть примеры ситуации без каких-либо последствий для участников движения. Сегодня с них и начнем. С вами еженедельный обзор дорожно-транспортных происшествий с камер компании Уфанет, и меня зовут Илья Скумеров. Водитель легковушки отъезжает от обочины и планирует выполнить разворот, но занять крайнюю левую полосу ему не удается. Это уже определенный риск, но, к счастью, он не торопится, и водитель внедорожника понимает, какой маневр собирается выполнить его оппонент в следующую секунду. Распыляться о деталях произошедшего и водителя легкового авто не будем, но это хороший пример того, что банально без спешки можно избежать многих аварий. Как и в этом случае. Да, водители игнорируют знак пешеходного перехода, несмотря на знаки и людей, которые уже готовы перейти проезжую часть. Но! Логично, что даже имея преимущество, не стоит нестись вперед со словами «я на зебре» и надеяться на авось. Человеческие кости не крепче кузова автомобиля, уж поверьте, а о возможном летальном исходе и говорить не приходится. А теперь все с точностью да наоборот. Спешка и отсутствие представления о слепой зоне большегруза делают свое дело. Не стоило ускоряться, изначально находясь позади грузовика. Тем более, что впереди сужение дороги и приближающиеся с поворота другие автомобили. Речь идет о оценке ситуации не только в текущий момент, но и на перспективу, когда водитель учится замечать все возможные риски впереди. Такой уже довольно банальной ситуацией не оценили риски оба. Первый при левом повороте рассчитывает лишь на смену сигнала светофора и при полностью перекрытом обзоре продолжает маневр. Скорость, соответственно, не снижается. Второй, несмотря на смену сигналов светофора, продолжает движение и также не собирается сбавлять скорость, ведь нужно успеть до такого страшного красного сигнала светофора. Да, действительно страшного, а вот к желтому у нас как-то более лояльное, что ли, отношение. Или здесь, когда так настырно моргающий зеленый и сменяющий его желтый не останавливают водителя легковушки, несмотря на некоторые трудности с выездом на перекресток, в то время как водитель белого кашка решает начать движение еще до включения разрешающего. Итог печален, но в одно мгновение спешка сменяется продолжительной паузой на разбор полетов, обдумывание произошедшего, трату нервов и финансов. А оно вам нужно? Стоит все-таки признать, что многие из нас даже при достаточном опыте вождения часто просто ошибаются по простой невнимательности, а кому-то этого опыта и правду не хватает. Так давайте будем лучше концентрироваться на дорожной обстановке, меньше отвлекаться на гаджеты и больше уважать друг друга. Удачи на дорогах!